Как сделать региональные СМИ интересными для федеральных изданий? Что им нужно для того, чтобы выжить в условиях новой цифровой реальности? Своим видением ситуации в интервью нашему телеканалу поделился заместитель генерального директора информационного агентства Интерфакс Михаил Китько. Михаил Сергеевич, здравствуйте. На что делает упор Интерфакс в освещении новостей из регионов и в частности нашего? Про происшествия ЧП это понятно, но простые человеческие истории героев из глубинки интересны ли федеральным СМИ? Во-первых, Интерфакс специализируется больше на экономической информации. Это та сфера, где мы, не побываясь этого слова, лидеры номер один в России. Поэтому задача освещать Дагестан с точки зрения экономического потенциала, инвестиционной привлекательности. И, естественно, мы не можем обходить, как вы это говорите, криминальные новости, взорвалось, еще что-то. Но стараемся все-таки не идти на поводу, а делать что-то красивое и интересное. Региональные новости. Как их сделать вкусными для федеральных СМИ, если это что-то позитивное? В каждой территории, поверьте мне, есть что-то интересное свое. Я вот в предыдущий приезд в Дагестан посетил Дербент. Я, честно, в восторге. И, поверьте мне, можно находить интересные темы и качественно их подавать, и это будет интересно на федеральном уровне. Потому что, ну, суть в чем? Надо найти то, что будет, например, интересно жителю Дальнего Востока. Прочитать про Дагестан, Дербент, про каньон. Ну, много интересных тем. Вам, в свою очередь, что интересно о Дагестане узнать? Любую территорию делают люди. А люди в Дагестане очень гостеприимные, профессиональные. И мне вот очень интересно общаться со людьми. Помимо тех красот, что в Дагестане есть, вкусной кухни и так далее. Ну, мне интересны люди. А как вы относитесь к инициативе не называть национальность преступника в контексте последних происшествий и событий? На мой взгляд, тему несколько искусственно раздули даже. Потому что есть разные, ну, буквально несколько дней назад в Москве было ЧП. Ну, то написали, что преступление совершил москвич. Сложно, честно, вот так ответить. Я бы не педалировал, не делал бы на этом акцент. И оно бы, может быть, и ушло бы из этого поля. Вы приняли участие в форме СМИ. Наверняка у вас уже сложились представления о информационной картине в Дагестане. Какие средства массовой информации нашего региона вызвали у вас интересы? Я просто в восторге был от газеты «Орленок». Я очень удивлен, приятно поражен, что молодые ребята, журналисты делают свою газету. Я очень хочу и попросить, и пожелать, чтобы власти Дагестана эту инициативу поддерживали. Чтобы мы молодых журналистов поощряли на самой первой стадии. Чтобы они росли в сильных профессионалах и потом, может быть, отработали в федеральных и мировых СМИ. Что нужно региональным СМИ, чтобы выжить в условиях новой цифровой реальности? Помимо сайта, работать и с соцсетями, и с другими каналами доставки. И делать интересный контент. Тут рецепт один. Чтобы привлекать аудиторию, нужно делать что-то красивое, интересное, правдивое, объективное. Идеальное информационное издание в 21 веке. Какое оно, на ваш взгляд? А я повторюсь, то, которое использует все каналы доставки информации, работает с различными аудиториями. И старается придерживаться основных принципов информационного агентства. Это достоверность, объективность и оперативность. Спасибо большое, Михаил Сергеевич. Я напомню, нам интервью дал заместитель генерального директора информационного агентства «Интерфакс» Михаил Китько.